Здравствуйте, я Валентина из города Ивантеевки, многодетная мама и амбассадор Совета Матерей. Сегодняшнее тестирование мне поможет провести мой сын Максим, ему 4,5 года. Уже не терпится посмотреть, что же внутри пакета. А там зимний комбинзон от российского производителя Никастайл. У него интересная расцветка и он очень легкий. Сзади на поясе имеется петелечка. За нее будет очень удобно вешать комбинзон в шкафчике в садике. Капюшон можно регулировать. Мех и сам капюшон отстегиваются. Подкладка выполнена из флиса. Имеется рылычок с подробной инструкцией по уходу. Наконец, Максим дождался возможности примерить обновку. Это мой комбинзончик, да, снега? Рост Максима 114 см. Размер комбинзона 116. Как мы видим, он в самую пору ребенку. Не маломерен. Молнии легко застегиваются. Капюшон вместительный. На манжетах резиночки, чтобы зимой не засыпался снег внутрь. Молнии на карманах также без проблем расстегиваются. Застегиваются. Комбинзон очень хорошо сидит на ребенке. Внутри комбинзон оснащен бретелями. Они позволяют снять комбинзон и носить в теплом помещении. При этом рукава не тащатся по полу. Ребенку очень удобно. Комбинзон производителя Ника Стайл выполнен из мембранной ткани. А значит должен дышать, будет влагоустойчивым и непродуваемым. Проверим это. Нам понадобится горячая вода, термос и стакан. Посмотрим, как комбинзон пропускает пар. Спустя несколько минут на стакане стал конденсироваться пар. Значит ткань дышит. Для второго испытания нам понадобится бумага и фен. При помощи струи холодного воздуха сымитируем очень ветреную погоду. Как видите, ни один листочек бумажки не шевельнулся. Комбинзон не пропускает ветер. Пришло время для полевых испытаний. Выйдем на прогулку, полазим по горкам. Максиму ничто не стесняет в движениях. Он много раз скатился с горки. Поползал по трубе на коленях. Пока нет снежных горок, катаемся на песочных. Проверяем, как можем на износы стойкость ткань. Как видите, она стала только слегка пыльной. Проверим еще коленки. Максим покатал машинку. Порисовал мелками. Комбинзон лишь слегка запылился. В нем настолько удобно сыну было, что он даже прокатился на лошадке. При этом производитель, Ника Стайл, не забыл и про безопасность. Комбинзон снабжен светоотражающими элементами. Проверим их в вечернее время. Они очень хорошо заметны в свете фонаря или фар проезжающих машин. Пришло время смыть уличную пыль и проверить ткань на влагоустойчивость. Устроим тропический ливень в ванной. Как видите, капельки воды скатываются с ткани, а не впитываются в нее. Проверим, осталась ли одежда под комбинзоном сухой. Не попала ли туда вода. Кофта и шапка Максима остались абсолютно сухими. Ткань не пропускает воду. В комплекте шел кусочек ткани. Давайте потрем его наждачной бумагой и посмотрим, сотрется ли ткань. Как видите, никаких царапин нет. Завершающее испытание будет холодом. На европейской территории России пока нет морозов, поэтому создадим их искусственно при помощи элементов холода и льда. За несколько минут температура опустилась до 13 градусов примерно. Комбинзон довольно неплохо удерживает тепло. Руки ребенка остались теплыми. Несмотря на то, что утеплитель очень легкий, он при этом теплый. Комбинзон отечественного производителя Nikostyle очень понравился ребенку. Несомненные плюсы – это мембранная ткань, отличный утеплитель, наличие внутренних бретелей. Комбинзон очень удобный и легкий в эксплуатации. Однако хотелось бы отметить производителю, что стоит добавить светоотражающие элементы на переднюю часть комбинзона.